Добрый день! Сегодня мы продолжим изучение электромагнетизма и рассмотрим магнитное поле катушки. Если намотать провод в виде спирали, а затем подать на него ток, то магнитные поля отдельных витков суммируются и получается катушка, которая имеет северный и южный полюс. А так как магнитные поля отдельных витков суммируются, то образуется сильное магнитное поле. Магнитное поле катушки или селеноида, как ее еще называют, будет тем больше, чем большая влечна протекающего тока в катушке и чем больше витков в катушке. Магнитное поле катушки похоже на поле постоянного магнита. Такое же магнитное поле, такие же силовые линии, такие же северный и южный полюса. Определить полюса нетрудно, опять же по правилу правого винта, то есть буравчика. Если вращать винт по направлению тока в витках катушки, то поступательное движение винта покажет направление магнитных силовых линий. Северный полюс катушки будет там, откуда силовые линии будут выходить из катушки, а куда будут входить, это южный полюс. Если в катушку ставить стальной сердечник, то это приведет к большому усилению ее магнитных свойств. Причина этого усиления, во-первых, сталь имеет малое магнитное сопротивление в отличие от воздуха, поэтому магнитному потоку легче пройти стали и сконцентрироваться в стержне. Во-вторых, сталь имеет свойство намагничиваться за счет магнитных полей кольцевых токов электронов железа. В результате сложения магнитных полей катушки и сердечника получается суммирующий магнитный поток, многократно превышающий поток катушки без сердечника. Такими свойствами намагничивания обладают только железо, кобальт, никель и их сплавы, которые образуют феромагнитную группу. Медь, цинк, алюминий и подобные не обладают магнитными свойствами. Ранее мы уже рассматривали, что при прохождении электрического тока по проводнику ворху к нему образуется магнитное поле. Но есть и обратное явление – создание электрического тока в магнитном поле. Убедимся в этом, проведя следующий эксперимент. В катушке подключаем гальванометр и быстро опускаем и поднимаем в середину катушки постоянный магнит. Когда опускаем магнит, стрелка прибора отклонится в сторону от нуля, показывая наличие в катушке тока, а при остановке движения магнита она вернется на ноль. Вынимая магнит, произойдет подобная картина, только стрелка отклонится в другую сторону, показывая ток противоположного знака. Если поменяем полюса магнита, то получим почти то же самое. Отличие будет лишь в том, что направление тока при пускании магнита будет в противоположном направлении, чем в первом случае. Аналогичное явление получится, если вместо постоянного магнита применим электромагнит, подключенный к источнику питания. Опуская и поднимая электромагнит, мы получим такой же результат, как и при постоянном магните. Из этого делаем вывод. При движении магнита возле проводов, когда происходит пересечение витков катушки с магнитным полем, в них индуктируется электродвигающая сила ЭДС. И не важно, двигаются ли силовые линии относительно проводника или двигается проводник относительно силовых линий. На левом рисунке вы видите, что ток индуктируется в проводнике, который пересекает линии магнитного поля, перемещаясь вверх-вниз. А на правом рисунке вы видите, что ток индуктируется в неподвижном проводнике, который пересекает линии магнитного поля при перемещении магнита вверх-вниз. Возникновение электрического тока в замкнутом проводнике в изменяющемся магнитном поле называется электромагнитной индукцией. ЭДС будет тем больше, чем быстрее пересекаются между собой проводники и магнитные силовые линии, чем больше витков проводов катушки и чем сильнее магнитное поле. Также наибольшее значение электрического тока будет при движении проводника перпендикулярно силовым линиям. Если проводник движется под острым углом к силовым линиям, тогда ток уменьшается. При передвижении проводника параллельно силовым линиям в нем не будет никакого тока. Практически направление индуктированной ЭДС определяется правилом правой руки. Если правую руку поместить в магнитное поле так, чтобы силовые линии входили в ладонь, а отставленный большой палец показывал направление движения проводника, буква В, то остальные пальцы ладони покарут направление индуктированной ЭДС Е. А теперь рассмотрим взаимную индукцию. Взаимная индукция является одним из случаев электромагнитной индукции. Она образуется при наведении ЭДС индукции одной катушки от другой, в которой происходит изменение тока. На рисунке показан опыт с двумя неподвижными катушками на остальном сердечнике, которые расположены близко друг к другу. При подаче от трансформатора на катушку L1 переменного напряжения в ней образуется магнитное поле, в котором число силовых линий изменяется с частотой тока. Часть силовых линий попадают на витки катушки L2, пересекая их. Чем ближе катушки друг к другу, тем больше пересечений силовых линий с витками катушки. В результате на катушке L2 индуцируется переменное напряжение, которое и показывает вольтметр. Но надо иметь в виду, что если на катушку L1 подать постоянное напряжение, на катушке L2 не будет наводиться ЭДС. Величина индуцированной ЭДС зависит от величины и частоты протекающего тока в катушке L1, от числа витков обеих катушек и расстояния между ними. Взаимная индукция лежит в основе работы трансформаторов, катушек индуктивности в радиотехнике, ферромагнитных антеннах в радиоприемниках и т.д. При протекании переменного тока через проводник, магнитные силовые линии, появляющиеся при этом, будут пересекать этот проводник. И по закону электромагнитной индукции в нем появится ЭДС самой индукции. Это явление первое изучил русский физик Ленц и сформулировал правило, которое гласит Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, которым он вызван. На рисунке наглядно видно, что при увеличении тока через проводник, силовые магнитные линии расходятся от проводника концентрическими окружностями, а направление ДС самой индукции противоположно току извне. Оно как бы тормозит увеличивающемуся внешнему току для того, чтобы оставить магнитный поток малым. При уменьшении тока силовые линии сходятся к оси проводника, а направление ДС самой индукции будет то же, что и направление тока. В этом случае ДС помогает уменьшающемуся току сохранить большой магнитный поток. Можно провести интересный опыт с лампочкой и силовым трансформатором, который демонстрирует явление индуктивности. Подключим постоянное напряжение от источника питания через выключатель к первичной обмотке трансформатора. Выбираем первичную обмотку потому, что в ней много витков, и значит при прохождении внешнего тока образуется большое магнитное поле. Параллельно первичной обмотке также подключаем лампочку. При включении выключателя лампочка загорается и светит нормально. Выключив выключатель, разрываем цепь тока, в результате чего силовые линии сходятся к центру, пересекая все витки обмотки. Наводится значительная ДС самой индукции, которая помогает уменьшающемуся току, и лампочка вспыхивает ярче, а затем гаснет. Проведенный опыт указывает на то, что магнитное поле тоже является носителем энергии, и при разрыве цепи эта энергия не исчезает, а переходит в энергию горения лампочки. Свойство каждой катушки образовывать вокруг себя магнитные силовые линии при прохождении тока через ее витки называется индуктивностью. Свойство индуктивности выражается в том, что при изменении величины тока через катушку индуктируется противодействующая электродвирующая сила. Индуктивность зависит от количества витков катушки. Чем больше витков, тем больше индуктивность данной катушки. Также индуктивность зависит от длины катушки и материала сердечника катушки, а также от длины и площади его поперечного сечения. Единица измерения индуктивности называется Генри в честь американского ученого Джозефа Генри. 1 милигенри 1 генри равен 1000 милигенри 1 милигенри равен 1000 микрогенри Можно записать и так. 1 генри равен 10 в кубе милигенри и равен 10 в шестой степени микрогенри. На сегодня все. Продолжение будет в следующем уроке. Не забывайте заходить на мой канал. Продолжайте изучать основы радиоэлектроники. А пока до свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok